Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с поддержкой выпускников. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен группой депутатов Государственной Думы, но и по фамилиям можно понять, что это депутаты от Справедливой России во главе с Сергеем Мироновым. Законопроектам предлагается учредить выплаты выпускникам. При этом соответствующие выплаты будут называться студенческий капитал, поскольку начисляться данные выплаты будут сначала обучения лица, ну а выплачиваться по окончании обучения. В этой связи такие выплаты и называются студенческий капитал. Размер данных выплат будет заключаться в следующем. Так, выпускники вузов смогут по общему правилу получать 500 тысяч рублей, вместе с тем, если они заканчивали обучение на отлично, то эта сумма увеличивается до 700 тысяч рублей. Соответственно, выпускникам различных профессиональных образовательных учреждений выплаты будут достигать 250 тысяч рублей, ну а при отличном окончании 300 тысяч рублей. Целью данных выплат является оплата различных расходов выпускников, которая, по мнению авторов, связана с трудоустройством. В данном случае речь может идти об оплате проезда к месту работы по специальности, о оплате расходов по провозу имущества, соответственно, расходы на суточные и так далее. Следует заметить, что предусматривается возврат данных сумм в том случае, если лицо не трудоустроилось в течение года. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что в связи со сложной экономической ситуацией, а также сложной ситуацией на рынке труда, необходимо поддерживать молодых специалистов. И для этого и учреждаются соответствующие выплаты. Следует заметить, что на данный законопроект уже есть заключение правительства, и это заключение отрицательное. Во-первых, правительство указывает на то, что непонятно, чем руководствовались авторы, определяя размеры соответствующих выплат. Кроме того, данный законопроект повлечет дополнительные расходы бюджета, но при этом авторы не указывают, за счет каких источников осуществлять данные расходы. В этой связи правительство не поддерживает данный законопроект. Что касается перспектив, то с учетом отрицательного заключения правительства вряд ли большинство Государственной Думы поддержит данную инициативу. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.